Это Пульс дня, мы продолжаем выпуск. На связи со мной политик Константин Боровой. Константин, приветствую вас. Здравствуйте, Артем. Ну вот, уже несколько дней мы говорим о том, что украинская армия на протяжении нескольких недель готовит контрнаступление на Херсон. И дело в том, что российские части рискуют оказаться, как говорят эксперты, полностью отрезанными. Это имеется в виду без возможности отойти, либо получить какую-то поддержку или боеприпасы, например. Как вы считаете, это возможно, учитывая все-таки, что мы говорим об этом вслух, и российская армия это все слышит, и, конечно же, Кремль это тоже слышит. Возможно ли это? Ну, во-первых, уже запросили отдельные части, коридоры для выхода. Такое предложение гуманитарное, избежать боестолкновения. Ну, наверное, вы помните, в 2014 году по Доловайскому украинская армия попросила такой коридор. Ей предоставили, и было сотни погибших. Ну, собственно говоря, гуманитарные коридоры России не считает для себя позором обстреливать, и это делалось много раз. На этой неделе американское издание Foreign Policy опубликовало материал со ссылкой сразу на нескольких американских и европейских источников. Власти России, говорят они, в начале 2023 года планируют начать новое крупное наступление, чтобы попытаться захватить Одессу, да и, в общем, все юго-западное побережье Украины, чтобы таким образом отрезать государство от Черного моря. Вот скажите, пожалуйста, Константин, насколько, во-первых, вы доверяете, можно ли доверять таким сообщениям, во-вторых, может ли эта стратегия отсечения Украины от Черного моря быть главным планом для нового этапа войны? Ну, безусловно, этих планов очень много, часть из них проявляется, стало известно некоторое время назад о плане нападения на Финляндию, разрабатываются и частично реализуются там в виде провокации планы нападения на страны Балтии, члены НАТО, между прочим. Вот, планировать можно все, что угодно и нужно планировать с точки зрения Путина, но, к сожалению, для них в российской армии нет ресурсов, делается расчет на дополнительный призыв и уже какие-то усилия к этому предпринимаются и даже предлагается заключенным получить амнистию и поучаствовать в военных действиях в Украине. Вот, планировать можно все, что угодно, но осуществить вероятнее всего это все-таки не удастся. Ну, дай бог, конечно, потому что кончаются ресурсы. Вот мне сейчас задают из местных регионов вопросы о том, как будет реагировать Кремль на поднимающиеся протесты. Ему нечем реагировать Кремлю и даже вот эти силы поддержания порядка, они сегодня частично использованы в военных действиях, поэтому противопоставить регионам, протестам в регионах какую-то военную силу Кремль сегодня не очень может. Ну, вот когда вы говорите, что ресурсы иссякают, я не очень понимаю, что имеется в виду, ну вот в частности не хватает, допустим, людей. Но Россия огромная страна, неужели не хватает людей? Я, это к тому, что еще в апреле, если вы помните, мы обсуждали с вами возможную мобилизацию населения. А вообще, возможно ли это на самом деле на практике? И как это может осуществиться? Какой-то город, с какого-то города начать? Или с региона? Или вообще, как вы это можете видеть? Ну, сейчас предпринимаются фантастические усилия, изменены возрастные параметры для призыва, то, что раньше называлось таким явлением партизаны. Я в свое время участвовал в этом, это люди уже не призывного возраста, их призывают на так называемые сборы. Вот это ресурс мобилизации. Ресурс мобилизации очень серьезный, значит, повышение призывного возраста. Ресурс мобилизации, вот мы уже говорили, это заключенных, значит, бывших участников правоохранительных органов. Им предлагается в обмен на согласие принять участие в военных действиях, им предлагается амнистия. Это не очень большой ресурс, там говорят, что это меньше тысячи человек, но, тем не менее, это какой-то ресурс. Ну и они скребут, так сказать, по сусекам, где только возможно призывают. Не хватает же ведь не только живой силы, так сказать, не хватает техники. Техника выводилась даже из Казахстана. Техника выводилась из Приднестровья, ну, из многих точек, так сказать, из Абхазии, вот, вместе с военными и без военных. Техника старая, но именно такую технику использует Россия сегодня в Украине. Ну вот, правильно ли я понимаю, что нехватка живой силы и техники, это единственная причина, почему Россия не может пойти на Одессу сейчас? То есть, я пытаюсь найти ответ, почему нужно ждать начала 2023 года, почему мы не можем делать, ну, я имею в виду Россия, почему не может сделать это сейчас? Ну, есть еще несколько причин, одна из которых называется «Остров Змеиный», значит, необходимо прикрытие для такой операции, флота нет, проливы закрыты Турции, и необходимо, ну, серьезно подготовиться, необходимо. Уже проводились какие-то испытания по стрельбам из подводных лодок, вот, Россия ускоренными темпами концентрирует вокруг этого региона все, что осталось, все, так сказать, вот эти подвижные морские ресурсы, но, видимо, их недостаточно, и только к 2023 году можно будет это сконцентрировать, но ситуация в 2023 году будет совершенно другое, это тоже ясно. Что вы имеете в виду? Ну, я рассчитываю на то, что Украина существенно сместит российские войска из вот юго-востока, и ситуация там, как и обещали украинские военные, ситуация уже начала меняться, и будет меняться. Особенно, если мы говорим о том, что украинская армия пойдет в контрнаступление, но мне все равно, Константин, не очень понятно, вот, если мы говорим, что сконцентрирует российская армия к 2023 году, что-то там вооружение, живую силу привезет и так далее, но разведка других стран наблюдает за этим, и разведка же увидит это заранее, правильно? То есть не получится же так, что украинская армия ничего не будет делать все это время, просто будет ждать. Я надеюсь на это, я надеюсь, что поток вооружений, который усиливается в последнее время, и мы знаем это по заявлениям представителей Соединенных Штатов, Великобритании, других стран, тоже изменит существенно ситуацию, если в начале войны соотношение было 1 к 7, 1 к 10, то теперь именно за счет высокого качества вооружений соотношение изменилось существенно, и именно это позволяет Украине проводить наступательные или освободительные операции. Ситуация меняется, меняется быстро, и думаю, что к 2023 году она будет качественно иной. Константин, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня, это был политик Константин Боровой.